Итак, я отварила один 200-граммовый стакан риса. Рис длинный, отварила, хорошо промыла. Рис в стакане был неполный такой, знаете, чуть-чуть не до конца. Итак, один огурец туда идет. Чтобы у огурца в салате не сильно много было влаги, вот так вот серединку убираем, только вот эти края нарезаем. Добавляем к рису. Итак, крабовые палочки я беру вот такие. Здесь у меня 500 грамм. Можно взять две маленькие, там по 200-250 грамм. Вот так вот я взяла одну. Нарезала я кубиками и тоже добавляем все к рису и к огурцам. Одна банка кукурузы. Я ее промыла. Я всегда вот то, что находится в консервной банке, вот фасоли, если это, горошки. Либо вот кукуруза, я всегда их промываю, немножко даю стечь воде. Но немножко хорошо, чтобы подсушить, чтобы потом влага не выделялась. И вот так вот потом добавляю сюда. Значит, одна банка кукурузы. Вот такая вот горсть штучек, наверное, 10 зеленого лука. Но зеленую часть не добавляем. Только вот резла лишнее. Еще вот эту часть тоже отрежу. Получится только белая часть зеленого лука. Все, добавляем зеленый лук тоже к салату. Четыре вареных яйца. Добавляем только белок. Перемешиваем хорошенечко. Солим совсем мало, потому что майонез соленый. В конце еще будем смотреть. Хорошенько перемешиваем сначала. И снова перемешиваем. Переложила я в эмалированную кастрюлю. Закрою и поставлю в холодильник где-то на 2-2,5 часа, чтобы все вкусы перемешались. Вот такой крабовый салат у нас получается. Надеюсь, всем все понравилось. А у меня все. Всем пока-пока!